Всем привет! Это сквозной эфир на RTVI. С вами Гарри Книгницкий. Наши трансляции доступны не только по телевизору, но и в соцсетях и в YouTube. Джо Байден, дабы избежать ошибок предшественника, активно позиционирует себя как борца с COVID-19. Справедливости ради президент действительно делает все от него зависящее. Он, в отличие от Трампа, осознает угрозу коронавируса. Но в этом нужно постоянно убеждать избирателей, иначе не будет Байдену никакого второго срока. В переполненные больницы на помощь медикам отправлены военные. Глава Белого дома пообещал выделить еще полмиллиарда бесплатных домашних тестов и качественные маски. Хотя еще и первые, ранее обещанные Байденом, полмиллиарда тестов не дошли до людей, сообщала ABC News. И опасалась, что наборы для выявления коронавируса окажутся у американцев уже после омикронного пика. До пика, кстати, возможно, уже недалеко утверждают некоторые эксперты, поглядывая на Великобританию, где вроде бы волна омикрона скоро должна пойти на спад. Если учесть, что в Америку эта волна пришла чуть позже, то, может, точно так же чуть позже она достигнет и пиковых значений. Еще из обнадеживающего омикрон пока представляется хоть и более заразным, но менее летальным. Впрочем, медики, оброшенные ABC News, утверждают, что это заблуждение. Ну а Верховный суд тем временем отменил указ Байдена об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний, оставив, впрочем, в силе обязанность привить всех медработников. С нами сейчас на прямой связи Татьяна Татаринова, профессор вычислительной биологии университета Лаверн из Лос-Анджелеса. Татьяна, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Добрый день. Татьяна, омикрон действительно менее летален? Насколько я смотрю по данным, то есть я сейчас посмотрела статистику, наверное, есть в интернете, скорее всего, да, он менее летален. Причем у большинства привитых людей он проходит как заболевание верхних респираторных путей. Но проблема же с ним не в том, что он менее летален для зараженного человека, а в том, что он более заразен и он может заразить больше людей. И поэтому, конечно, количество смертей, которое мы ожидаем, будет, в общем, от омикрона, оно может быть сопоставимо или даже больше, чем у дельты, которая гораздо менее заразна. Просто за счет того, что больше людей болеют, и там процент будет... Да, поэтому количество жертв этой волны на миллион населения, оно будет больше. И поэтому есть опасность перегрузки больниц именно с большим количеством зараженных людей. А вот по поводу, кстати, перегрузки больниц, Байден распорядился направить военных в помощь медикам. Это действительно как-то поможет? Это специально обученные военные? Как обычно это происходит? Смотря, опять же, смотря, чему они обучены, потому что, понятно, я же их не знаю, я недавно говорила с моей подругой, она работает в России в госпитале, она как раз... Она анестезиолог, она как раз занимается интубацией. И что она говорит, что у них сейчас что происходит? Большое количество коек инфекционных, которые пустуют. Но количество инфекционных коек, именно ременсионных, которые могут с интубацией, для искусственной инстилляции легких, их недостаточно. То есть именно в зависимости от заболевания должно быть разное соотношение просто инфекционных коек и коек, которые могут вернуть человека к жизни. То есть как раз основная проблема именно с этим. Татьяна, как быть с задержками в результатах тестов? Я не знаю, как в Калифорнии, но в Нью-Йорке это просто беда. Ты сдаешь тест, тебе результат приходит где-то дней через пять. За эти пять дней можно уже миллион раз снова заразиться. Какой смысл в тестировании, если лаборатории не справляются с обработкой тестов? Ну, если лаборатория не справляются с обработкой тестов, единственный смысл в тестировании для того, чтобы потом можно было посчитать статистику. А так, конечно, все становится совершенно бессмысленно. Я вчера пыталась сделать тест, нас пригласили на банкет, в котором, соответственно, девушка, которая отмечает свое 50-летие, она девушка ответственная, она сказала, что проход только по сертификату о негативности ПЦР. Это абсолютно разумно, и разумно это сделать именно в день как раз банкета или за день. Сейчас у нас, во-первых, невозможно сделать тест, записаться невозможно вообще. То есть у меня муж стоял три дня в очереди, живая очередь, с сотовым телефоном, он ждал, когда ему подойти. Сказали, подходи, он пришел, еще три часа ждал на улице. Ну, понятно, у нас в Калифорнии не такая холодная погода, где-нибудь, например, в Мичигане стоять на улице три часа в очереди, это еще заразиться чем-нибудь еще. И в тестах домашних, их тоже нет, хотя они неточные, их тоже нет, раскупили во всех аптеках, народ бегает с выпученными глазами и ищет эти тесты. И да, ты сдал тест, записался за пять дней того же самого банкета, у тебя негативный, но накануне ты подцепил, там через три дня ты уже, например, заразен, и у нас уже этот банкет будет просто какое-то пир во время чумы, где мы все друг друга перезаражаем. Это немножечко страшно. Есть ли необходимость закрывать школы? Очень много дискуссий сейчас по этому поводу ведется. В Чикаго все-таки закрывали по настоянию профсоюза учителей. Ну все зависит, опять же, от того, с кем... Я думаю, что дети, так как, опять же, известно, что дети тоже переносят ковид. Даже если ребенок полностью приедет, омикрон, он все равно, опять же, дети в более тесном контакте, они все равно заразятся, потому что я летала к Нью-Йорке, я притащила назад омикрон, хотя я все меры предосторожности принимала, абсолютно все, и маски, и у меня уже аж кожа на руках потрескалась, а то я как часто их дезинфицировала, я все равно заболела. Это было легко, это было не так тяжело, но, опять же, дети используют гораздо меньше предосторожности, и они друг друга хватают, такие дети. Поэтому понятно, что они друг друга заразят. Закрывать лишь школы, это, я думаю, что вопрос такой, кого дети потом могут заразить. Для детей все-таки обучение удаленное, это потерянные годы, и даже не совсем маленькие детей ко мне в этом году приходят, студенты, которые были последние два года обучались дистанционно, и я не знаю, вообще, к чему их учить, и остальные профессора на нашем факультете, когда у нас было собрание по итогам первого семестра, этого учебного года. То есть мы успели пройти, наверное, 85% программы, мы не можем учить тех детей, которые учатся дистанционно. И тут получается такая вилка. Да, Татьяна, раздача тестов бесплатных, домашних, раздача масок, все, что обещано Байденом, это популизм или это реальная помощь? Пока я эту помощь реально не видела, так? То есть, когда это, пока это все популизм, пока это слова. Если это произойдет, то будет реальная помощь, но пока этого нет. Тот факт, что Верховный суд отменил обязательную вакцинацию сотрудников частных компаний в Америке, на ваш взгляд, с медицинской точки зрения, это разумное решение? Вакцинация, вещь немножко сложная, так? Во-первых, та вакцина, которая была разработана, она была разработана для штамма, выделена в 2019 году. И, как мы уже знаем, она не предохраняет от заражения, она предохраняет от тяжести течения заболевания. Поэтому, если у нас есть какая-то компания, в которой все сотрудники вакцинированные имеют постер, они все равно могут заразиться, и они все равно могут это заболевание кому-то передать. То есть, поэтому требование о вакцинировании их, оно не является, в том плане, защитой для людей, которые с ними в контакте, потому что эти люди все равно могут им перенести заболевание. Понятно. Да, ну то есть, мера получается избыточная. Да. Спасибо. Спасибо вам большое. Татьяна Татаринова, профессор вычислительной биологии университета Лаверн из Лос-Анджелеса, была с нами на прямой связи. К нам присоединяется Игорь Горский, международный консультант по фармацевтическим технологиям, предприниматель. Игорь, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, Гарри, спасибо, что пригласили. Игорь, скажите, пожалуйста, есть ли необходимость в разработке вакцины, рассчитанной на штамм омикрон, учитывая дороговизм таких работ, учитывая сроки изготовления такой вакцины и учитывая, как часто штаммы один за другим меняют друг друга? Дело в том, что Pfizer уже разработал вакцину от омикрона. И она будет, я думаю, она может даже не успеть к концу этого распространения омикрона, поскольку я так думаю, что это все прекратится буквально в течение трех-четырех недель, поскольку мы видим то, что происходит в Южной Африке и в Великобритании. Так что, но разработки есть. И, кстати говоря, тут же несколько вакцин, которые совершенно разных вакцин. Векторная вакцина, адиновайрус вакцина, которая разработана Джонсом Джонсон, и также разрабатывается новым вакцином. И mRNA, а РНК вакцины, разработанные модерной и Pfizer. Так что вакцины разные и работают они по-разному. Опять же, вакцина – это не предотвращение инфекции. Это, во-первых, возбуждение антител. Так что, безусловно, вакцинироваться надо. И, кстати говоря, я хотел бы также сказать по поводу того, что сегодня решение суда – это практически абсурдное решение и глупое решение. Так что на сегодняшний день у нас ситуация обостряется еще и тем, что эти даже органы не понимают важности вакцинации. Татьяна Татарина говорила как раз, что смысла-то не было в тотальной именно вакцинации, поскольку вакцины рассчитаны, разрабатывавшись… Я не согласен полностью. Потому что, понимаете, нужно посмотреть с исторической точки зрения на этот вопрос. И вакцинация, она безусловно нужна, потому что, во-первых, невакцинированные люди, вы же не смотрите на то, что они будут заражать других. Посмотрят на то, выживут ли они или нет. Понимаете? То есть мы говорим о количестве смертей, которые могут быть у тех, кто не был вакцинирован. Так что в течение всей истории Америки такого не было. То есть еще Вашингтон сделал мандат на вакцинацию от ОСПы во время войны, если вы помните историю. Да-да-да, этот случай еще в декабре или в ноябре часто приводили, особенно либеральные американские телеканалы. Вот, дескать, посмотрите, отец-основатель, что делал, а вы вот сейчас нынешнее поколение такое несознательное. Игорь, тут вот какой важный вопрос возникает. Вот вы сейчас упомянули решение Верховного суда. На самом деле уже немало раздавалось критических выпадов в отношении даже не Верховного суда, а в целом Вашингтона. В адрес властей разного уровня, в адрес разных ветвей власти. Выпады такого рода, что все действия и FDA, и Министерство здравоохранения и так далее и тому подобное, эти действия выглядят непоследовательными. То есть это какое-то залатывание дыр и такое ощущение, что там люди не занимаются что ли стратегическим планированием. Есть ли у Вас такое ощущение? Действительно ли эти критические выпады оправданы? Ну, здесь двоякое мнение. Первое, это то, что я Вам дам небольшой эксклюзив. Мы говорим о тестах, например. На сегодняшний день на столе у FDA лежат 3 тысячи тестов. 3 тысячи различных организаций, которые желают получить разрешение, чтобы эти тесты продавать. И еще они лежат буквально с апреля прошлого года. Ничего себе. Я сейчас работаю, у меня еще один проект с одной из компаний, у которой лежит этот тест уже с начала апреля. То есть мы говорили с FDA уже три раза, и у них просто руки не доходят. Так что дело в том, что это длинная история. То есть здесь прошлая администрация произвела огромный просто разгром всех этих организаций. Понимаете? И приходится возвращать вот это стратегическое видение. И на сегодняшний день еще и нужно брать новых людей, которые поведутся индустрией и будут заниматься тем, чтобы как бы все это стратегическое видение вытворять в жизнь. А какого рода разгром учинила предыдущая администрация? Администрация Трампа. Имеются в виду кадровые назначения? Кадровые назначения. Верх, верхушка. То есть дилетанты приходят? Ну, не то, что дилетанты. Люди с... Как это сказать? С квашенабл. Их компетенция вызывает вопрос? Не то, что даже компетенция их видения. В их видении. Да. Это даже тот же самый коммешионер, который был хан. Это человек, который не должен был быть во главе FDA. А насколько, на ваш взгляд, уместен был вот тот процесс над Энтони Фаучей? Ну, процесс, не процесс. Его, во всяком случае, вызывали для дачи показаний в Конгресс. И там Рэнд Пол его упрекал. Насколько, на ваш взгляд, это все уместно? Рэнд Пол дилетант. Он шарлатан. Понимаете? Это человек, который... Это не... Он даже не врач. То есть это человек, который даже... То, что он говорит, он ортальмолог. У него нет даже лайсенса. Потому что у него забрали этот лайсенс. Понимаете? Это демагог. Ну, то есть это политика. Это человек, человек-республиканец, решил как-то отыграться на... Чисто... Ну, и Фаучер-республиканец. Да, но он был... Да, но у него с Трампом-то отношения, ого, как не сложились при этом. Ну, здесь же не потому, что... Если вы ученый, здесь не важно, вы республиканец или демократ. Понимаете? Если вы порядочный ученый. Ну, наука же не бывает разнопартийная, правильно? Ну, да. Ну, кроме Советского Союза. Игорь, что с лекарствами? Потому что уже и Мерк, и Файзер, по-моему, представили... Лекарств очень много. И именно вот эти вот лекарства, которые должны выйти... Они тоже в FDA ждут утверждения? Ну, 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 они получили... И Мерк, и Файзер уже получили emergency KBS... Для применения в экстренных случаях, да. Но можно ли ожидать новых и, может, более эффективных разработок? Ну, эти разработки очень эффективны. Они и от микро... Это от любого вида этого коронавируса. То есть здесь сам процесс, мы говорили с вами ранее, как они работают. То есть они дают информацию коронавирусу, и коронавирус прекращает свое размножение в организме. Понимаете? Вот. Кроме всего прочего, новые лекарства, вот Астразенеки, моноклонные антитела, тоже буквально, я не знаю, через пару недель. И новая вакцина, новая вакцина. Поскольку видно, что сейчас вот вакцина Johnson & Johnson, которая применялась очень широко в Великобритании, она более, насколько показывают, более эффективна, чем вот эти МРНК-вакцины. И как раз новая тоже векторная вакцина, как Johnson & Johnson. Но она идет с адъювантом. То есть это должно быть еще более эффективно. Спасибо вам большое. Игорь Горский, международный консультант по фармацевтическим технологиям, предприниматель, был с нами сейчас в сквозном эфире. К нам присоединяется, мы поговорим сейчас об экономических последствиях очередной волны коронавируса, омикронной волны с Михаилом Печерским, финансовым аналитиком, профессором Бруклинского колледжа. Михаил, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Добрый вечер, Гарри. Каковы могут быть экономические последствия омикронной волны? Они уже есть. Мы заметили о том, что... Это достаточно заметно, кстати, просто... Если вы придете в Нью-Йорк, увидите, что народу стало меньше. Много очень произошло отмен различного рода событий. Причем они происходят по всей стране, не только в больших городах. И это, естественно, оказывает влияние на экономическую активность. Это с точки зрения того, что происходит для определенных индустрий. Это для... Все, что имеет отношение к перемещению. В авиалинии отменили огромное количество рейсов за последние несколько недель, потому что просто не было людей, которые там могли работать. В ресторанах перестали опять-таки работать люди. Отчасти потому, что заболели, отчасти потому, что клиенты перестали ходить в ресторан, а теперь им страшно. И не хотят заболеть. Михаил, еще недели две назад в Конгрессе велись осторожные разговоры о выделении дополнительной финансовой помощи бизнесам. На ваш взгляд, нужна ли такая помощь, учитывая, что, как правило, это все разгоняет инфляцию? Ну, на самом деле, инфляция уже достаточно большая. То есть, инфляция большая за счет того, что как раз огромное количество денег пришло от государства вместо того, что люди зарабатывали. Люди просто сидели дома и собирали эти деньги, не работая. Я думаю, что если чему-то в Америке, в принципе, в Америке люди понимают о том, что происходит, и государство относится к этому достаточно внимательно. Поэтому повторить ту же самую ошибку, я думаю, вряд ли они захотят. Кроме всего прочего, сейчас на сегодняшний день политическая ситуация такая, что любой разговор о стимулы, если он просто не популярен. Если три года, два года назад, когда все это началось, это был очень популярный разговор на обоих сторонах, и на демократическое, и на республиканское, то на сегодняшний день республиканцы жестко против этого, и часть демократов тоже не приветствует такого плана разговора о том, чтобы больше денег послать именно на борьбу с людьми, которые не могут работать. Михаил, из предыдущего пакета финансовой помощи часть увели мошенники. Мы об этом рассказывали подробно в сквозном эфире. Белый дом из этого какие-то выводы сделает относительно именно ужесточения контроля за распределением средств? Ну, я думаю, что они пытаются это сделать. Часть плана, который Байден предложил, это именно увеличение людей, количество людей, работающих именно в АРС. Он, правда, это предлагал с точки зрения долгосрочной программы, а не с точки зрения того, что произошло за последние два года. Но мы видели, было пару таких достаточно громких случаев, когда люди, которые занимались всякого рода махинациями с ППП, лонами, которые в государство, они такие попали под суд. Я думаю, что это будет происходить. Дело в том, что в Америке ничего не становится неизвестным, потому что практически все, что мы делаем, это все происходит с нашим social security, с нашим какие-то tax ID, и это достаточно легко проследить. Вопрос, есть ли желание у власти это сделать. Я думаю, что власти это хотят сделать, тем более, если к власти придут республиканцы, желания будет больше. Верховный суд отменил обязательную вакцинацию сотрудников частных компаний, на чем настаивал Джо Байден. Если бы не отменил, если бы все-таки обязаны были все частные компании Америки вакцинировать своих сотрудников, как это бы повлияло на экономику? Если вы приходите в госпиталь, и в госпитале некому работать, это хорошо или плохо? Наверное, плохо. По двум причинам, Михаил. Люди могут болеть, поэтому некому работать. А с другой точки зрения, они могут не хотеть поставить прививку, и поэтому... Понимаете, я согласен, но проблема заключается в том, что если вы привитый, а я нет, шансы заболеть у меня и у вас абсолютно одинаковые. И, кстати, шансы того, что после этого мы пойдем разносить эту инфекцию другим, тоже одинаковые. Единственная разница заключается в том, как нам сказали, что... В тяжелом заболевании. Да, то есть вы не окажетесь в госпитале, а я окажусь. Но это, опять-таки, тоже не совсем так, потому что процент людей, которые не вакцинированы и заболевают, и не окажутся в госпитале, это достаточно маленький процент. То есть, если я вас правильно понимаю, если бы не Верховный суд, то этот указ Байдена об обязательной вакцинации просто добил бы рынок труда? Ну, я думаю, что он бы создал большие проблемы, потому что на сегодняшний день работать и так некому, да, люди боятся выходить на работу. А тут еще, получается, их заставляет не выходить на работу. И логики в этом, опять-таки, нету, и необходимости в этом тоже никакой нету, поскольку, к сожалению, как мы видим, вакцина защищает людей от тяжести болезни, но не защищает людей, которые не больны от того, что их не заразят. Спасибо. Благодарю вас. Не прощаемся с вами, Михаил. Позже еще одну тему с вашим участием с удовольствием мы обсудим. Михаил Печерский, финансовый аналитик и профессор Бруклинского колледжа, был с нами сейчас на прямой связи. Это сквозной эфир на RTVI. Ненадолго сейчас прервемся. Всем еще раз привет. Это сквозной эфир на RTVI. С вами Гарри Книгницкий. Наша трансляция доступна не только по телевизору, но и в соцсетях и в YouTube. Кроме рекордной за последние 40 лет инфляции, на Америку обрушилась еще одна беда – пустые полки в магазинах. Среди причин NBC News называет высокий уровень заболеваемости на предприятиях, которые задействованы в цепочке поставок. Товары просто не успевают дойти до торговых сетей. Плюс по-прежнему не рассосались пробки из грузовых судов в портах, некому разгружать и некуда развозить грузы. А это уже к общей тенденции нехватки рабочей силы. Последний фактор вообще выглядит парадоксом при высокой инфляции и низкой безработице. Так не бывает, говорят экономисты. В ноябре, по данным Министерства труда, уволились еще 4,5 миллиона человек. Все они, утверждают эксперты, опрошенные NBC News, уходили, чтобы найти места получше. Да только, судя по всеобщему американскому кадровому дефициту, такие места не нашли. Эта ситуация возникла еще осенью 2021 года. Но почему никак не разрешится? И когда Америка, наконец, справится с дефицитом кадровым и торговым? С нами вновь на прямой связи сегодня Михаил Печерский, финансовый аналитик и профессор Бруклинского колледжа. Михаил, еще раз здравствуйте, еще раз спасибо, что вы с нами. Добрый вечер. Михаил, если пустые полки в магазинах связаны со сбоями в глобальной цепочке поставок, то получается в Америке ничего своего не производится от слова совсем? Ну, не совсем так. Дело в том, что в Америке, естественно, производится, скорее всего, намного меньше, чем мы потребляем внутри Америки. И большинство, что мы получаем, происходит из других стран, в том числе и Китая. И посадки оттуда, они действительно были замедлены. Там была задержка и происходит задержка из-за того, что в портах, во-первых, некому работать, во-вторых, там проблемы с профсоюзами, которые не хотят работать столько часов, сколько необходимо во всех портах. Части они работают, части нет. Но не самое важное. Проблема еще заключается в том, что дополнение к этим проблемам, которые, как бы, на те продукты, которые мы покупаем из других мест, туалетной бумагой, допустим, и paper towels, да, которым используем. У нас еще добавилась к этому проблема с тем, что внутри страны люди действительно заболевали, причем заболевали в большом количестве, а из-за того, что политика такая, что если вы заболели, вы не можете выходить на работу, даже если у вас нет таких симптомов, то, соответственно, эти люди тоже остаются дома, не работая. А где-то происходит в основном в тех бизнесах, где люди работают вместе, в том числе, допустим, в сортировочном бизнесе, там к мясу это имеет отношение, к цыплятам. И поэтому здесь получаются задержки. Добавьте к этому плохую погоду, которая была в последние нескольких недель, да, мы видели, что происходит, заносы на дорогах, пробки в Вирджинии, где обычно это не происходит, вдруг они есть. А не забудьте, что практически все, что у нас есть в магазинах, оно туда заставляется через грузовики. Кроме всего прочего, добавьте к этому предыдущую проблему, которая была с водителем грузовиков, которых почистили хорошо и убрали те, кто ведет неправильный образ жизни. То есть вот это просто одна проблема добавляется к другой, и вот мы имеем тот результат, который есть. Потому что я не думаю, что... Подпрервалась у нас, Михаил. Связь сейчас мы вас перенаберем. Ну да, я зрителям напомню про проблему с дальнобойщиками, о чем Михаил говорил. Ну да, тут, наверное, складывается ощущение, что большинство американских дальнобойщиков – это пьяницы и наркоманы. В общем, мы это тоже освещали в сквозном эфире еще в 20... Господи, в 21 году была такая действительно проблема. Стали более тщательно проверять дальнобойщиков на предмет употребления алкоголя и наркотиков за рулем. И, в общем, там пришли в ужас проверяющие, и там счет пошел на тысячи, если не больше, людей, которых поймали за злоупотреблениями. И им просто пришлось искать, естественно, другую работу. Ну и те, кто злоупотребляли, но еще оставались за рулем, они тоже сделали из этого вывода, чтобы не попасться, они стали просто менять работу. Ну да, тут все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, что называется. И мы опять же пришли тогда в ужас, что с безопасностью на дорогах, если такое количество дальнобойщиков пьяные или под наркотой курсируют. Итак, мы восстановили связь с Михаилом Печерским, финансовым аналитиком и профессором Бруклинского колледжа. Михаил, а делают ли какие-то выводы крупные транснациональные корпорации относительно того, а не стоит ли как-то диверсифицировать карту расположения своих производств? Я думаю, что они пытаются это сделать. И, допустим, включая, не заботя на сегодняшний день, одна из самых быстрорастущих компаний, которые как раз этим занимаются, логистикой, это Амазон. И мы видим, что Амазон это одна из тех компаний, которые очень серьезно относятся, где находятся их склады, они находятся по всей стране. И Амазон действительно является одним из самых больших на сегодняшний день, по-моему, с точки зрения производства всего, как раз именно доставок товаров. Другие компании не отстают. Я уверен, что и Walmart, и другие большие и продуктовые компании этим занимаются. Просто это невозможно изменить сразу. Это берет какое-то время. А, опять-таки, трудности, какой-то измене, даже просто элементарная нехватка людей, которые могут построить новый склад где-либо. Их просто нет у этих людей. А нету, потому что есть глобальная нехватка. В Америке на сегодняшний день 11 миллионов рабочих мест, при 4 миллионах, по-моему, безработных. То есть это огромная разница между тем, между людьми, которые могут работать, хотят работать. Как это вообще возможно? Низкая безработица, при этом нехватка рабочей силы, при этом высокая инфляция. Все экономисты говорят, что это впервые такое. Действительно ли это впервые, на ваш взгляд? И да, и как это возможно? Ну, это на самом деле не впервые. Такие ситуации были. Просто очень много перекосов. Дело в том, что в Америке, не забывайте, что есть одна такая интересная вещь. Это называется процент людей, которые заняты в работе. То есть на сегодняшний день он достаточно низкий, он невысокий. То есть количество людей, которые хотят работать из общего населения, 62%. В предыдущие времена нехватка этих рабочих заполнялась теми, что приглашали больше иммигрантов, легальных, нелегальных. На сегодняшний день сама по себе система легальной или нелегальной иммиграции, она не работает. Не работает по многим причинам. И поэтому количество рабочих мест такое огромное, при этом нехватка людей, которые хотят просто работать. Экономисты надеются, что произойдет изменение, что будет большее количество людей. И женщины вернутся опять-таки на работу. Но это трудно предсказать, когда это произойдет, и в каких количествах. Потому что все-таки американцы в какой-то момент поняли, что жить для того, чтобы работать, не самый лучший способ проживания своей жизни. И они стали больше посмотреть на европейцев, которые работают, чтобы жить. Это нам всегда говорили. Вот они где-то должны все работать. Мне хочется понять, Михаил, на что живут те, кто сидят сейчас по домам? И ведь столько не дали коронавирусной помощи, сколько они уже дома сидят. А понимаете, люди, на самом деле, количество денег в Америке, оно огромное. То есть не все, не обязательно, если человек сидит дома. Надо знать, деньги лежат. Ну, это раз. А во-вторых, все зависит от того, где ты живешь. Если ты живешь в Нью-Йорке, тебе нужно 150 тысяч, чтобы жить нормальной жизнью. А если ты живешь где-нибудь в Вермонте, тебе нужно 50 тысяч. То есть человек, который накопил достаточно какое-то количество денег в Нью-Йорке, переехал в Вермонт, у него есть долгое время, прежде чем он пойдет работать. А это происходит. Ведь у нас достаточно большое количество людей уехало из Нью-Йорка, из Калифорнии. Те люди, которые уехали, чем они занимаются? Не знаю. Вполне возможно, что они не работают, а как раз прожигают свои деньги, которые они заработали. Прожигают в Вермонте, это звучит. Не в Лос-Вегасе. Вполне возможно. Особенно сейчас, да, среди зимы. Это очень здорово. Ну, я просто говорю к тому, что в Америке на сегодняшний день действительно не хватает рабочих. И действительно не хватает. И благодаря этому даже те работы, которые вчера платили 8, 9, 10 долларов в час, а такие зарплаты были, на сегодняшний день компания в этих же районах пытается привлечь себе работников, тем, что они платят 15 долларов в час и больше. Амазон на сегодняшний день платит 18 долларов в час на старт. То есть это достаточно большое количество денег для людей, которые не живут в Нью-Йорке. В Нью-Йорке это не самая большая зарплата. Но если ты живешь опять в Вермонте, 18 долларов в час, это получается где-то порядка 35 тысяч в год. Это достаточно нормальная зарплата для Вермонта. Белый дом обсуждал проект по повышению конкурентоспособности в мясной индустрии. При этом планировал выделить немалые деньги для этого. На ваш взгляд, могло ли это отразиться на ценах на мясо? И отразится ли, ну и вообще, насколько это рыночно, когда государство вот так вот берет и, ну, с другой стороны, работает против монополизации рынка? Я не верю в то, что монополизация рынка есть в Америке. Потому что, да, если мы говорим по поводу мяса, ну, вполне возможно, что когда вы приходите в локальный супермаркет, это мясо было произведено где-нибудь в Техасе. Такое есть. Но помимо этого есть еще мясо, которое производится в местных районах. А все-таки это как бы уже демонополизация. Я думаю, что проблема, опять-таки, с мясными компаниями именно в нехватке рабочих. Просто некому это мясо обрабатывать. А из того, что некому это мясо обрабатывать, это происходит вот то, что мы видим. Кроме всего прочего, повысились цены на практически все. Повысились цены на доставку мяса, цены на бензин выросли. Повысились цены на корма для мясной промышленности. Так что это тоже будет влиять на цену. А когда государство начинает вмешиваться, что государство может сказать? Мы установим цену, которая стоит, допустим, за паунд мяса, не больше пяти долларов. Но тогда у нас вообще мяса не будет. Потому что ни одна компания не будет производить мясо. Это свой убыток. Михаил, администрация Байдена точно делает все от нее зависящее? Или тут невидимая рука рынка, и государство, в принципе, ничего не может сделать с такой инфляцией, с дефицитом товаров? Процессы, которые происходят на сегодняшний день с инфляцией, они не связаны с администрацией. Они связаны с тем, что происходило до этого. Поэтому, конечно, легко сказать, что во все виноват Байден. И вот сейчас Байден уйдет, и все будет хорошо, будет все по-другому. Оно не будет. Потому что процессы, они создаются годами. А то, что мы видим сейчас, оно имеет начало. И вспомните то, что и Трамп предлагал достаточно большие деньги людям, чтобы они не ходили на работу. Правильно? То есть это была не идея, которую Байден предложил. Поэтому я думаю, что то, что Байден не показывает высокого уровня компетенции, это видно всем. К сожалению, для нас. То, что они не предлагают какие-то решения, которые могли бы работать в течение нескольких лет, и которые люди поверили. Потому что одна из проблем, которые есть всегда в таких экономиях, как и у нас, это проблема паники. Когда люди перестают верить в то, что государство делает правильно, люди начинают поступать так, как им подсказывает их чувство страха. А это ведет к панике. А это ведет к тому, что люди покупают огромное количество туалетной бумаги, а потом не знают, что с ней делать. Вот проблема с Байденом, по-моему, именно это то, что уровень доверия у народа на сегодняшний день к Байдену и его администрации. Не только к нему, а к администрации достаточно низкий. Спасибо. Большое вам спасибо, Михаил. Михаил Печерский, финансовый аналитик, профессор Бруклинского колледжа, был с нами на прямой связи. К нам сейчас присоединяется Константин Плешаков, профессор политических наук Эмпхерст колледжа. Константин, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. Говори, добрый вечер. Константин, если продолжить, вот сейчас разговор в плане, что делает Белый дом, чтобы справиться с такой ситуацией в экономике, мы имеем в виду инфляцию, дефицит товаров, да и рынок труда, в общем. На ваш взгляд, видна ли американскому избирателю некая системная работа экономического крыла Белого дома? Производит ли это крыло ощущение, что оно обладает стратегическим видением ситуации? Скажем, там понимали, что будет высокая инфляция, когда выделяли финансовую помощь? Да, я думаю, что этот вопрос сейчас задают себе многие. И, к сожалению, на мой взгляд, конечно, я не думаю, чтобы экономическое крыло Белого дома вызывало большое доверие, если хоть какое-то доверие. Я не хочу сказать, что там сам собрались совершенно полностью некомпетентные люди. На самом деле есть мнение, озвученное президентом Никсоном в свое время. Он говорит, что президент ничего не может сделать с экономикой. Она либо наладится, либо нет. 50 на 50. Да, 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 да. Ну, это, конечно, крайний подход. Но, тем не менее, все-таки мы все знаем, что в отсутствии госплана и государственных монополий регулировать экономику очень трудно. Другое дело, ближе к вашему вопросу. Тем не менее, даже в этих условиях, конечно, экономическая команда президента может хотя бы создать впечатление своей компетентности и стратегического видения. Вы упомянули прогнозы насчет инфляции. Мы хорошо помним, как всего несколько месяцев назад и Байден и его аппарат в Белом доме говорили, что нет, 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 инфляции не будет. Если она будет, то она будет совсем крохотной, тоненькой, как листик салата. И, в общем, об этом давайте не беспокоиться. Уже это хороший пример неправильной работы Белого дома. Даже если действительно в условиях рыночной экономики, тем более такой сложной, как в Соединенных Штатах, президентская администрация не может реально руководить процессом экономического восстановления, то хотя бы она должна давать правильные прогнозы насчет того, что будет происходить в ближайшие несколько месяцев. Никто не просит прогноз до 2040 года. И второе, это уже больше претензий к самому президенту. Может он сделать сейчас что-то, не может, мало, много. Но сейчас больше всего американцев занимает рост цен. Поэтому сейчас очень нехорошее время сосредотачиваться на филибастере, на законах о выборах и всем таком прочем. Да. Мы это тоже в сказанном эфире, кстати, разбирали отдельно. Константин, как эта экономическая ситуация отразится и на рейтинге Байдена, и на демократах, учитывая, что осенью этого года выборы в Конгресс? Конечно, до выборов еще 10 месяцев. Но после того, что случилось последние недели с инфляцией, с одной стороны, а с другой стороны, при том, что Белый дом практически устранился от ситуации, я думаю, что сейчас Байден уверенно ведет свою партию к серьезному поражению на выборах в ноябре. Мы знаем по историческому опыту, что всегда партия президента на промежуточных выборах, ну, не всегда это получается, но тенденция такая, что партия президента промежуточные выборы проигрывает, либо теряет позиции. Сейчас, скорее всего, дело будет идти о серьезном поражении. Тут еще ведь дело не только в Байдене. Он, в конце концов, не генеральный секретарь партии. Он всего-навсего президент Соединенных Штатов. Но посмотрите на представителей демократической партии в Конгрессе, особенно в Сенате. За исключением трех-четырех человек, остальные сенаторы от демократов, они идут как симпатичное, чистенькое стадо овечье. Ни шага влево, ни шага вправо, никаких дебатов. Мы все вместе работаем для светлого будущего под нашими славными лозунгами. Здесь получается что? Что не только дискредитировано руководство страны Байден и его администрация, но и, хотя, конечно, какие-то демократы могут быть симпатичны, несомненно являются симпатичными своим избирателям, но в том, что демократы сейчас, кстати, республиканцы тоже, но речь не о них, в Конгрессе себя опять-таки ведут как сплоченный коллектив, который не собирается в настоящий момент заниматься самокритикой, отстаиванием своей позиции. Главное – это соблюдать линию партии. И нажимать на кнопочки, как мы видим это в России, допустим. Ну, почти. Печальная тенденция. Константин, большое вам спасибо, благодарю вас. Константин Плешаков, политолог, профессор политических наук Амхерс колледжа, был с нами сейчас на прямой связи. Говорили о том, в каком плачевном положении сейчас действительно статистически, по факту, американская экономика. Говорили об инфляции, о дефиците товаров на американском рынке. Ну, и главное, что с этим может сделать администрация Байдена, и каковы, соответственно, шансы и Байдена, и демократов на предстоящих выборах. Ну, да, президентских еще времени достаточно много, а вот выборов в Конгресс уже в этом году, в ноябре. И пока демократам при нынешнем положении американской экономики ничего хорошего на этих выборах в Конгресс не светит. Объявлены лучшие машины Северной Америки 2022 года, что в нынешних экономических условиях выглядит, я бы сказал, несколько издевательски, поскольку победители в своих категориях названы, а вот с покупкой лауреатов явно возникнут проблемы. Автомобили подорожали на 13%, это еще полбеды, их элементарно невозможно купить в ближайшее время из-за дефицита запчастей. Ну, а теперь самое вкусное, что же это за машины, лучшие машины Северной Америки, гран-при досталось Хонди Сивик. В номинации «Пикап» победу одержал Форд Мэйверик, а Форд Бронко признан лучшим SUV. Поговорим об этих машинах и о тенденциях автопрома в 2022 году с автомобильным журналистом Алексеем Дмитриевым. Алексей, здравствуйте, спасибо, что к нам присоединились. Да, добрый день, спасибо. Алексей, давайте так, по номинациям пройдемся. Хонда Сивик, да, Форд Бронко, Форд Мэйверик. Почему именно они, на ваш взгляд, чем они так хороши? Ну, здесь как раз логика вот в том, что вы сказали. Эта машина относительно недорогая в своих классах. И в этом, я считаю, заслуга жюри. Они хотя бы опустились с небес на землю. То есть, если раньше бывало так, что выигрывали машины, которые даже никто толком не покупает. То есть, она такая вот где-то есть, дорогая, возможно, предзаказы выбранные. Это как арт-хаус кино, которое никто не смотрит, да? Да, что-то вроде для ценителей. Эти машины реально популярны в народе. Я бы даже сказал, что это такой глаз народа. То есть, в этом случае жюри и народ, я думаю, примерно думают одинаково. Что касается Хонды, то в достаточно небольшом бюджете, а Хонда это Сивик, если не самая дешевая машина, то одна из самых дешевых. И при этом она достаточно драйвовая, то есть, ее интересно водить. Поэтому здесь такой симбиоз доступности и драйва. Здесь я, кстати, наверное, соглашусь, потому что Toyota, например, в том же классе гораздо более скучный. Что касается... А одноклассник Toyota это кто? Camry в данном случае? Нет, это Corolla. Corolla. Это такой яркий пример такой скучной машины, просто чтобы ездить в Функбе. Сивик поинтереснее. И внешне, и по управляемости. Что касается Ford Maverick, то здесь тоже любопытная, интересная ситуация. До сих пор почти все производители гибридной версии своих моделей сдвигали вверх ценового спектра. А Maverick это тот автомобиль, который идет гибридом в базе. Приведу пару примеров. Расход топлива, вот сейчас уже реальные покупатели стали их использовать. И, так сказать, на своем примере показывают реальный расход топлива. 5,5 литров на 100 километров или 44 мили на галлон. Это очень хороший показатель для гибрида. А главное, он доступный и недорогой. Поэтому вот в этом классе среднеразмерных пикапов это такая рабочая лошадка, которая будет потреблять мало бензина и, соответственно, будет больше зарабатывать. То есть разница между тем, что он вам принесет, и тем, что вы на него потратите, будет гораздо более выгодной, чем у других. Поэтому вот за что он, скорее всего, получил эту номинацию. Форт Бронко, это... Я, кстати, про него недавно писал. Если кому интересно, просто погуглите в любом русскоязычном поисковике тест-драйв Форт Бронко. Наверняка найдете мою статью. Это возрожденный внедорожник, который повыпускался с 1966 года по 1996. Потом из-за низкого спроса перестал производиться. И вот его вернули. Как раз в этом году он стал доставляться первым клиентам. Чтобы вы понимали, это одноклассник джипа Ренглер. То есть это такой мостовой, рамный внедорожник для любителей либо помесить какое-то бездорожье, либо для тех, кто хочет просто такую свою активную жизненную позицию продемонстрировать. Машина удалась. Она, кроме того, что она реально является хорошим внедорожником, она еще такая интересная. Не такая скучная, как большинство других автомобилей. Почти как все автомобили. Поэтому я тоже считаю, что эта номинация заслужена. 200 тысяч предзаказов. Потихонечку Ford их выполняет. Разумеется, из-за пандемии, из-за отсутствия чипов это немножко задерживается. Но все, кто покупают, они прям, вы знаете, как Apple, стали такими адептами этой секты Бронко. Поэтому тут тоже глаз народа конвертировался в глаз жюри. Здесь я тоже соглашусь. Мне он почему-то скучным кажется, Ford Bronco. Ну, вы знаете, опять-таки, если вы городской житель, вам такая машина просто не нужна. Но если вы хотите продемонстрировать свою такую уникальность, что вы не просто ездите на каком-то кроссовере переднеприводном, который все похожи друг на друга, а все-таки это такая брутальная машина для активного образа жизни, может быть, по пляжу, по бездорожью и так далее. Тогда эта машина для вас. То есть, сразу скажу, машина не для всех, но те, на кого она ориентирована, они прям очень довольны и очень рады, что она появилась. Наконец-то у Ford, у Jeep Wrangler появился достойный конкурент. А, кстати, Ford сразу две номинации. С чем такой успех связан? Насколько этот успех удивительный или, наоборот, насколько он закономерный? Вы знаете, я бы это охарактеризовал как смелость. То есть, до сих пор почти все производители делали вот все то же, что делают остальные. То есть, боялись рисковать. И в этом смысле, в начале 2000-х, в принципе, многие производители стали уходить от равных внедорожников вообще. То есть, все машины стали менее проходимыми, более городскими, потому что в развитых странах в целом с дорогами все хорошо. И машина вот прям такая, настоящий внедорожник, он не нужен. И в каком-то смысле, когда Ford в 96-м году прекратил выпуск Bronco, он как раз следовал этой тенденции. В 2004-м году они выпустили концепт, и, видимо, они еще тогда постеснялись все-таки вернуться. Но сейчас они понимают, что такие машины, как Ford Bronco, нужны не тем, кто вот реально ездит по плохим дорогам, а тем, кто хочет выпендриться, если можно так сказать. То есть, я не такой, как все. А что касается Maverick, здесь тоже смелость в том, что они за относительно доступные деньги дали людям то, в принципе, чего они ждали. То есть, гибрида, рабочую лошадку с гибридной силовой установкой. Можно на нем ездить, работать, не тратить много денег на бензин, и все это в нижнем ценовом диапазоне, не где-то наверху, потому что топовые комплектации покупают обычно 5-7% покупателей, а все сосредоточены либо внизу, либо в середине. И вот они не постеснялись, не побоялись, даже не пожадничали, я бы так сказал, дать людям ту машину, которая им реально нужна. Они не выкручивают им руки, понимаете. Поэтому здесь Ford за эти две машины, за смелость зачет. Да, смелость. Что там, открыли конспект Ильи Кокки, да, и вспомнили, как это происходило при изобретении еще Мустанга. Он был как раз родоначальником Мустанга. Кстати, у Бронко, так же, как и у Мустанга, есть свой такой суббренд. То есть, если вы посмотрите на Бронко, у него лошадь на передних копытах, стоящая в таком, в козлиной позе. Поэтому это такой своего рода, как и Мустанг, это отдельный суббренд внутри бренда Ford. Поэтому машина действительно уникальна, и молодцы, что они ее вернули. Алексей, а насколько, вернее, откуда эта тенденция, насколько она жизнестойкая, что, ну вот, Civic, это уже Civic в каком-то там поколении. То же самое с Короллой, Бронко, получается, во втором, с Мустангом. Не переименовываются модели, не делается что-то кардинально новое, а уже несколько десятилетий просто приспосабливается к текущим реалиям и к текущему спросу, уже имеющиеся модели продается под той же маркой. Здесь как раз логика есть, точнее была, сейчас поясню. Когда люди покупают машину того же бренда, вернее, той же модели, но измененную, здесь, как правило, все хорошее от предыдущих поколений переходит на новое поколение, плюс она обновлена. То есть такая своего рода игра на ностальгии. То есть вам хорошо известен этот продукт, он стал лучше, и вы его покупаете. Но, к сожалению, вернее, или к счастью, не всегда так происходит. Вот, например, всем известный Volkswagen Golf, он был даже родоначальником или одной, в честь него был назван Golf-класс, это автомашины C-класса. Так вот, сейчас, видимо, скорее всего, он уйдет как раз на рубеже перехода машин от двигателей внутреннего сгорания к машинам электрическим. И, скорее всего, когда Volkswagen полностью перейдет на электромобиль, Golf уже не будет. Будет ID.4, ID.3, вот новая линейка, которая ассоциируется уже с новым поколением автомобилей. Поэтому, действительно, производители стараются производить машины под старыми именами, чтобы у людей была привычка их покупать. Но вот на переходе от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям, скорее всего, произойдет такой ребрендинг, и будут новые уже машины, чтобы порвать с токсичным прошлым и уже полностью начать с нуля на электромобилях. Спасибо вам большое. Автомобильный журналист Алексей Дмитриев. Читайте его обзоры. Ну и всегда рады вас видеть в сквозном эфире RTVI. Итак, на RTVI был сквозной эфир. Не забывайте смотреть нас не только по телевизору, но и в соцсетях и в YouTube. Подписывайтесь на наш YouTube-канал RTVI Новости. С вами был Гарик Негницкий. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин